МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Это новая программа Жилищно-коммунальные советы ЖКС в студии Тимофей Вагнер и Гульнас Мениханова. Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы решили поговорить с вами на тему капитальный ремонт. Естественно, программа называется Жилищно-коммунальные советы, поэтому любые вопросы, которые у вас возникают, вы можете задать нам в прямом эфире. Телефон 511-99-66, ну или в группе ВКонтакте, если вам удобно, написать любой вопрос. Группа 24 ЖКС. Это ВКонтакте. Итак, капитальный ремонт. Мы все прекрасно знаем, что вопросов очень много возникает и самых разных. Насколько помню, что даже ребята, которые проживают на улице в восстании, выходили бастовать по этому вопросу. Тем не менее, самая основная проблема и самый главный, наверное, совет, который мы сегодня дадим, это то, что у людей очень мало информации. И самый вопрос, наверное, который возникает при жилищно-коммунальных спорах, это почему платить за капитальный ремонт людям надо сегодня, если программа рассчитана до 2043 года. То есть, например, у меня дом ремонтируется в 2040, мне 70 лет, и платить надо сейчас. Зачем? На самом деле, с 2003 года уже все жители платили за капитальный ремонт. Дело в том, что в платежке не было выделены строки. Но по 52-му закону Республики Татарстан обязанность платить за капитальный ремонт 5 рублей за квадратный метр возникает уже сейчас для программы капитального ремонта квартирных домов. Понятно. Друзья, если у вас возникают вопросы вообще по капитальный ремонту, 511-99-66, я призываю вас звонить в студию, потому что программа именно построена на ваших вопросах. Это некий интерактив. Я больше чем уверен, у вас есть вопросы. Тем не менее, мы эти вопросы, которые у нас возникли, мы задали экспертам в этой области. И предлагаю вам сейчас посмотреть интервью, которое мы взяли у председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства нашего города Гениатулина Искандера Анваровича. Давайте посмотрим. Благодаря этой программе нам удалось 30% жилищного фонда города Казани отремонтировать, уже привести в нормативное состояние. Нам удалось поменять треть лифтов города. Мы выстроили для себя четкий график замены лифтов в соответствии с правилами их эксплуатации. И действительно, не то, что уже свет в конце тоннеля в этом вопросе виден, а реальные перспективы. Мы понимаем, как и что будет. Эта программа позволила привлечь на цели капитального ремонта в городе Казани только почти 10 миллиардов рублей за эти прошедшие годы. Из них 35% денег были проинвестированы федеральным центром, плюс бюджеты республики, города, деньги собственников. И вот благодаря этому достигнут такой результат. Понятно. Всегда мы слышим разные вопросы, разные ответы. Но всегда какие-то положительные. Все хорошо. Тем не менее, люди начинают задавать такие вопросы, на которые как-то витиевато всегда отвечают. Поэтому сегодня в наших жилищно-коммунальных советах мы постараемся прямо ответить. Итак, насколько мы выяснили, существует два вида оплаты, два способа оплаты за капитальный ремонт. Какие это способы? Все верно. Два способа формирования капитального ремонта. Программа была принята 4 марта, опубликована официально в газете Республик Татарстан. С этого момента до 17 апреля собственники жилья должны были выбраться два способа. Среди двух способов. Первый способ – формирование спецсчета в банке, либо формирование спецсчета на фонде регионального оператора. Если простыми словами, то один вариант – это вы сами отвечаете за все. То есть вы копите собственники дома, копят деньги в определенном банке и сами ремонтируют. Сами заключают договора с подрядчиками и сами отвечают за капитальный ремонт, который будет проведен. То есть получают кучу проблем. Получают кучу проблем. В другой ситуации, когда фонд регионального оператора формирует капитальный ремонт, здесь собственники гарантированно получают капитальный ремонт, и эти деньги, которые они откладывают на этот фонд, они будут целенаправленно потрачены на капитальный ремонт. За этими деньгами эти деньги контролирует государство. Каждый человек может посмотреть, сколько денег накоплено. Да, он может обратиться в жилищный фонд Республики Татарстан. В интернете, на сайте? Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. У нас есть баннеры жилищного фонда и фонда ЖКХ РТ. То есть, друзья, сейчас можно прямо обратиться. Вы можете, если вы не знаете даже, когда у вас будет капитальный ремонт, вы можете зайти на сайт, посмотреть точно. Кстати, есть, да? У нас есть, да, у нас выложена краткосрочная программа на 2014 год, и есть программа выложена до 43-го года. Есть раздел на сайте министерства, по адресный список, по всем районам республики. Вы можете посмотреть, в каком году будет ваш дом проходить капитальный ремонт. Вот это очень любопытно, потому что очень многие не знают даже, не то что цифры, но даже не знают, когда это будет. То есть, понятно, что нужна некая сумма, и как она расходуется. Насколько я понимаю, если мы пользуемся оператором, тогда мы знаем, куда идет каждая копеечка, сколько закуплено того, и какая подрядная организация будет это выполнять. Если мы сами собираемся, то мы сами это все делаем. Понятно, друзья, мы ни в коем случае не рекламируем, это исключительно ваш выбор. Вы можете сами решать, куда и как тратить ваши деньги. Вы собственники жилья, этого и добиваются, и министерство ЖКХ, все. Мы к вам обращаемся. Вы собственники, вы решаете, как жить и в каком доме тоже. 511-99-66. Ждем от вас вопросов, которые касаются капитального ремонта. Любой вопрос мы постараемся вам дать какой-нибудь совет. Сейчас давайте послушаем людей. Мы спросили людей на улице, что они знают о капитальном ремонте в своем доме. И, к сожалению, мы ответы получили весьма разнообразные. Давайте послушаем. Капитальный ремонт И весьма очень некачественно. Деньги присвоили, освоили, а качество нулевое. Ой, это неизвестно. Нам только поменяли лифты и сказали, все, на этом заканчивается. У нас три года назад делали ремонт. Нет, не знаем. Дом введен в эксплуатацию в 1984 году. И вот с этого времени еще не было у нас никогда капитального ремонта. И я так понимаю, что если бы мы еще с Гульнас по Балмана прошлись полчаса, то мы получили бы по таких же ответы. Друзья, 511-99-66. Очень ждем ваших вопросов в прямом эфире. Естественно, что касается капитального ремонта, хотя, повторюсь, наша программа «Женщин коммунальные советы» направлена на любое строительство, хозяйство, вообще все, что связано с ЖКХ. Каждую программу мы будем анонсировать. Это вы все будете видеть в группе ВКонтакте, ну и на других информационных источниках телекомпании эфир. Итак, сейчас вопрос, да, еще один из вопросов, а потом начнем принимать звонки, уже говорят, что есть. Значит, получается, чтобы дождаться банальной покраски подъезда, нужно ждать капремонт? Нет, не обязательно. Собственники жилья, если считают, что необходимо провести текущий ремонт или на самом деле капремонт, они могут обратиться в управляющую компанию, или в ТСЖ, или в ЖСК. Они могут обратиться и с предложением провести капитальный ремонт или текущий. Но покраска подъезда, она входит в текущий ремонт, поэтому не обязательно ждать капитального ремонта. Хорошо, а вот расформирование, текущий ремонт и капремонт, это исключительно покрасить стены? Нет, в капитальный входит ремонт полной конструктивной элементы, замена, замена лифта. Лестничных пролетов. Лестничных пролетов, полностью ремонт подвальных помещений, крыши. Все понятно. Хорошо, Гульнас. Звонки. 511-99-66. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если дом кооперативный, он попадает под программу капитального ремонта многоквартирных домов или нет? Ясно, спасибо. Услышали. Да, дом обязательно попадает под программу капитального ремонта. Вы обращаетесь в ТСЖ, у вас ЖСК, я так понимаю, и обращаетесь с желанием провести капитальный ремонт. То есть кооперативный дом? Да. А в любом случае сейчас... Вы собираете деньги, но вы попадаете не под программу капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Татарстан. Вы просто сами собираете эти деньги и проводите таким же образом, как владельцы спецсчета в банке. Сами заключаются договора с подрядными организациями и проводите капитальный ремонт. Насколько я понял, зрители спросил. То есть если кооперативный дом, то они сами должны всем заниматься. Да. Они в эту программу не смогут войти. Это программа многоквартирных домов. Капитального ремонта многоквартирных домов. А кооперативный дом? Не, не входит. Все. 511-99-66. Звоните, задавайте вопросы, которые касаются капитального ремонта. Очень много было вопросов у нас в группе по поводу лифтов. Но, насколько мы уже услышали ответ, достаточно, да? Одна треть. Лифты меняются каждые 25 лет. Каждые 25 лет. Поэтому посмотрите, когда у вас установили и отчитывайте. Если 5 лет назад, еще 20 лет придется... Нет, это замена. Вы можете также его и отремонтировать. Да. Просто в текущем режиме. 511-99-66. Я знал, что вызовет эта тема резонанс. Поэтому давайте слушать. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это беспокоит вас, Красикова-4. Наш дом постройки 1967 года. Но до сих пор нам никакого ремонта не проводился. Когда будет проводиться. Нам интересно. Красикова-4, да? Да, Красикова-4. Спасибо. Понятно. В принципе, этот дом можно посмотреть также на сайте Министерства строительства. В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» выложена программа капитального ремонта до 1943 года. Там можно посмотреть, когда у вас будет проходить капитальный ремонт. То есть, сейчас вот так вот предметно рассказываем нашей слушательнице и зрительнице. Значит, вы заходите на сайт Министерства. Да, Министерство строительства, архитектуры, ЖКХ. Существует раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». Находится он с левой стороны. Открываете его, увидите сразу же там разделы. Перечислено капитальный ремонт многоквартирных домов в республике Татарстан. Открывается по адресный список. Да, сверху видите плашка, написано «Город Казань». Потом вы спускаетесь на букву «К», «Карасиковый 4» и смотрите дату. Опять же, если вы понимаете, что дом достаточно старый, 1965 года, и вы сами, собственники жилья, можете собрать свое собрание, посмотреть, сколько у вас денег уже на счету, посмотреть, когда это будет. И если вы хотите поторопить ремонт, вы это можете сделать, верно? Более того, здесь еще есть такой момент. Если вы вдруг не нашли своего дома в этом списке, вы можете обратиться в управляющую компанию или в ТСЖ, довести информацию до органов местного самоуправления, и они уже доведут информацию до нас. Здесь человеческий фактор играет тоже роль. Эту программу собирали, всю информацию о состоянии домов собирали ваши старшие по домам. Эту информацию они передавали в управляющие компании, в ТСЖ, а не затем в органы местного самоуправления. Все это люди, конечно, проверяли, и госжилая инспекция наша проверяла, но, тем не менее, человеческий фактор присутствует. Каждый год эта программа будет актуализироваться. Ну, еще в конце мы обязательно успокоимся. 511-99-66, телефон прямого эфира, тема у нас «Капитальный ремонт». Если возникают вопросы и не успеваете дозвониться, можете писать нам в группу ВКонтакте 24 ЖКС. Мы тоже обязательно прочитаем. Пока звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы стоим по программе ветхого жилья. Нам сейчас предлагают 400 тысяч рублей за снос дома. И что, мы на эти деньги не можем не приобрести ничего, ничего. И это что нам делать? Как быть? Это вы в программе, которая дает 11 тысяч за квадрат. Это аварийное жилье, да? Да. Понятно, спасибо. Ну, по программе аварийного жилья, я думаю, мы обязательно проведем целую программу. Да, в ближайшее время обязательно сделаем. Поэтому, все-таки, я предлагаю вам дождаться. И мы пригласим экспертов, первого заместителя Министера строительства архитектуры ЖКХ, Фаритму Дорисович Ханев. Я думаю, он даст вам более подробный ответ. Да, по аварийному жилью, на самом деле, не все так плачевно, поэтому не расстраивайтесь. Программа работает. Что касается вот этой суммы 11 тысяч, если вы читали и следили, то она была до этого 20 тысяч, потом ее снизили. Причины, почему и как действительно помочь каждому человеку, который живет в ветхом жилье, мы обязательно в следующей программе, ну, может, через программу обязательно поднимем. 511-99-66, телефон прямого эфира, звоните по капитальному ремонту. Я понимаю, конечно, вопросы с отоплением и теми платежками, которые приходят, наболели, но сегодня капитальный ремонт. Еще вот вопрос, который у нас в группе был, и я думаю, что надо на него ответить. Почему-то в интернете всегда пишут прямо от сердца. Как всегда у нас в РТ думают не о людях, а о рекордах и показухе перед Москвой. Но, ребят, на самом деле, если говорить прямо, я понимаю, что вы писали тоже, может быть, с больным сердцем, мы говорили о том, что это все показуха, очень много фактов, очень много цифр, которые действительно подтверждают то, что республика, но если не на первом месте, но в лидирующих позициях, надо просто сравнить. И мы знали о том, что подобные вопросы будут возникать, естественно, в какой-то форме. И у Искандера Амваровича мы подобный вопрос ему задали, чтобы не показуха ли это. Он ответил сравнение. Сейчас давайте послушаем его ответ, и вы сразу поймете, что же это такое. Буквально две цифры для сравнения назову. Скажем, в Уфе, как мы всегда сравниваем себя с миллионниками, в Уфе за эти же годы у нас полторы тысячи домов, там 700, а в Самаре 178 домов всего-навсего. То есть у нас в этом году программа годовая, 178 домов, они за 6 лет смогли отремонтировать. Но благодаря той организации, которая в республике была создана, благодаря структурному нашему подходу, системному, республиканскому, удалось вот эти все действительно хорошие результаты показать. Надеюсь, мы ответили человеку по поводу показухи рекордов. У нас действительно рекорды, и надо этим гордиться. Если вы слышали и видели, что происходит в соседних с нашей республикой региона, то вы поймете, что действительно у нас все хорошо. Даже это программа, Тимофей, даже это программа капитального ремонта. А с 2010 года у нас уже собирали по 5 рублей за квадратный метр. Была такая... Да, а во всей России еще нет. Во всей России этого не было. И учитывая наши позитивные результаты, это было толчком к развитию по всей России. И вот с 1 июля по всей России все регионы за капитальный ремонт пользуются нашей схемой. 511-99-66, телефон прямого эфира. Звоните, слушаем ваши вопросы по капитальному ремонту. Итак, еще один, наверное, из важнейших вопросов. Это вот все-таки, если люди выбрали вот тот самый... Спецсчет? Да, спецсчет. Могут ли они перейти на оператора? Могут, но это, конечно, проблематично. По способу формирования на оригинального оператора у нас выбрал 15100 домов по республике. Они пользуются этим счетом. В Казани 256 домов используют спецсчет. А из скольких? Сколько вообще у нас домов? Вот те, которые входят в эту программу, 15 тысяч, ну почти 16 тысяч. А вообще это по республике? По республике, те, которые по капитальному ремонту. Насколько я слышал, в Казани это 5 тысяч у нас, да? 5200 домов. Вот именно в этом году 178 домов. Если вы говорите о долгосрочной перспективе, возможно, пока... Нет, я имею в виду те дома, которые выбрали вот программу самостоятельно. 256 домов. 256 домов из 5 тысяч, ну примерно. Из 15 тысяч. Из 15 тысяч, ага, то есть мы все берем республику. Все понятно. Поэтому вот это как раз совет, друзья, именно тем, кто выбрал самостоятельно следить. Вы можете, если вас не устраивает, не устраивает то, как работает ваша подрядная организация. Вы можете перейти на оператора, и там уже это будет все с тяжелой руки государства приниматься все решения. 511-99-66, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Иванова, и у меня вопрос. Капитальный ремонт нашего дома будет не скоро, а ремонт дома нужен уже сейчас. Мы можем рассчитывать на помощь государству? Спасибо. Спасибо. Ну, если ваш дом стоит в программе на 2000, какой-то там другой год. Ну, какой-нибудь, да. Если, конечно, вы можете отсрочить и приблизить эту дату капитального ремонта, но только в данном случае вам придется добирать вот эту сумму до капитального ремонта уже самим. То есть, грубо говоря, если они платили 5 рублей из квадратного метра, ну, будут платить 7-8 рублей. Да, они должны обратиться в ГИСУ, глав инвест, устрою управления, фонд ЖКХ, и узнать, какая сумма уже накоплена. Затем, посоветовавшись со специалистами, узнать, что им необходимо сделать, какую сумму стоит добрать, они добирают эту сумму и проводят капитальный ремонт. У нас есть комментарий, Искандер Анварыч, и тоже, наверное, мы ему предположительно задали вопрос по поводу 2018 года, ну, подводили к чемпионату мира по футболу, вот, и он ответил следующее. Если действительно дом стоит в очереди на 2018 год, а хотят отремонтировать в 2014, вот ответ председателя комитета ЖКХ Казани. Если в 2018 мы говорим по программе будет проведен капитальный ремонт, это говорит о том, что мы понимаем, откуда будут взяты деньги. Если жители хотят, собственники хотят передвинуть срок проведения капитального ремонта на более близкий срок, то уже они должны понимать, где они возьмут эти деньги, чтобы провести его раньше. Поскольку мы посчитали, в 2018 году будет собрана такая-то сумма. В случае, если ее будет недостаточно, то мы знаем, где ее занять. А если передвигать на более близкий срок, то это уже работа собственников, где им найти эти деньги, получается. Ну, я понимаю прекрасно, и это надо донести. Вот наша программа на это настроена, на то, что жилищно-коммунальные советы были именно советами. Самый главный вопрос, который мы уже за кадром с Искандером Анваровичем обсуждали, это то, что люди до сих пор не понимают, им тяжело понять, что вы собственники, вы собственники этого дома. Ощущение, что этот дом принадлежит кому-то, и жители требуют с кого-то. Надо требовать прежде всего себя, и те разногласия, которые возникают, решаются на собраниях, я так понимаю. Да, вся ответственность за будущее этого дома, за состояние этого дома. Она лежит в первую очередь на собственных жильях. 511-99-66, телефон прямого эфира. Любые вопросы, которые связаны с капитальным ремонтом, сегодня в программе ЖКС, жилищно-коммунальные советы, задавайте. Еще возникает тоже много разногласий по поводу того, например, что входит в капитальный ремонт. Мы специально с Гульнас выписали, и сейчас вам прочтем. Потом повисите, пожалуйста, на линии, сейчас мы возьмем ваш телефон, все слышим. Какие работы предусмотрены? Запоминайте, записывайте. Ремонт и замена внутридомовых инженерных систем, электро, тепло, газа, водоснабжения, водоотведения. Ремонт и замена лифтов. Ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление, ремонт фасада. Установка и замена коллективных приборов учета, ремонт фундамента, ремонт подъездов. Причем ремонт подъездов мы не говорим о покраске, мы говорим о глобальном ремонте. Опять же, вы выбираете, пластиковые окна построите или деревянные. Опять же, решаете исключительно вы. 511-99-66. Давайте послушаем вас. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит по Ямашево 58 дом. Наш дом 75-го года. И не ремонтировался ни в подъезде, ничего не менялось, ни трубы. Он как дом-призрак. В округе все поменяли, во всех домах сделали ремонт. Но наш дом стоял первый здесь. И нас не собирается, по-моему, делать ничего. Как вас зовут? Меня зовут Света. Светлана, вот мы 20 минут уже говорим, советуем вам. Вы заходили за эти 20 минут на сайт и посмотрели или не посмотрели? Стоит в очереди ваш дом или не стоит? Знаете, дело в том, что я только пришла, включила, увидела. Хорошо. На какой сайт надо зайти? На сайт Министерства строительства, архитектуры ЖКХ. Минстрой.татарстан.ру. Заходите, с левой стороны увидите раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». Там увидите программу капитального ремонта на квартирных домах. Дальше спускаетесь в город Казань, улица Ямашево, 58, и смотрите дату, когда будут ремонтировать. Светлана. Светлана, у меня к вам еще большая просьба. Вы можете обратиться, собраться вместе с собственниками жилья и пойти уже либо в управляющую компанию, либо в ТСЖ, где вы стоите. И решите этот вопрос там. Спасибо. Спасибо, Светлана. Больше пока мы не можем принять, но тем не менее телефон запишите себе, 511-99-66. Это телефон прямого эфира. На следующей неделе мы выйдем с новой темой, которую мы проанонсируем в нашей группе. 24 ЖКС. Это группа ВКонтакте. Но сейчас подведем какие-то итоги наших советов. И вот самое главное, это, наверное, что касается, если люди выбрали оператора. Но если люди выбрали оригинального оператора, то им, в принципе, нечего бояться. Поплатите ежемесячно по 5 рублей за квадратный метр. Дело в том, что если человек выбрал спецсчет, вы можете перейти на систему способа формирования капитального ремонта на счете регоператора. У меня еще есть пожелание такое жильцам и совет. Если вы не увидели своего дома в этом списке по адресам, вы не переживайте. Эта программа актуализируется. И каждую зиму перед Новым годом эту программу актуализируем. И она будет уже в 2015 году обязательно с вашим домом. Да, это, наверное, был самый важный совет. Никогда не паникуйте, не думайте о том, что про вас забыли. Вы в программе, вы есть. Но и самый, наверное, главный, самый важный совет. Вы собственники жилья. Если вы захотели сделать ремонт, вы его обязательно сделаете. Поэтому только вы решайте, когда, сколько на это выделить. Хотите с государством, хотите без, хотите с муниципалитетами. Вы можете выбрать подрядную организацию, стройматериалы и так далее. Вы решаете все сами. Это были жилищно-коммунальные советы. Гульнас Мениханова и Тимофей Вагнер. Удачи вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова